гриб какой сереж а бабок первый гриб а бабочек классный всем доброе утро до вчера поздно вечером мы приехали из кировской области ездили туда в мини отпуск на 4 дня ну два дня нет 5 дней у нас вышло вместе с дорогой сегодня с утра сразу поехали за грибочками в лес проверить вот один нашли земляника еще цветет хотя в кировской области уже продают землянику 600 рублей литр очень дорого у нас ее нету и там пошли маслята там очень много маслят свой но там теплее там везде цветут пионы такая красота у нас конечно пионы еще нет цветут там климат чуть-чуть потеплее южнее поменяли смену обстановки вы знаете как тут не знаю отдохнули пусть даже 4 дня много где побывали заезжали в котельнич в киров кирово-чепецк ездили в караванная тужу ешь королу съездили в ешь короле я уже второй раз в том году что-то сережа нашел пойдемте посмотрим так сережа мне вообще сказал грибов больше нет пера пойдем посмотрим еще один белый под березовик его еще называют а бабок а мы сегодня наберем на маленькую жарёху классно у нас ножика нет ну корзинку оставили машине это сережин первый гриб ура а мой вот этот вот красавец ну вот вы наверное обратили внимание да заметил что грибочки пошли пусть их мало но они пошли и у нас очень мало лес сухой кстати когда мы уезжали здесь выходные были заморозки там вот мы вчера туда уезжали 23 градуса но когда туда мы поехали было тоже не очень тепло приехали там такой ветер там так холодно мы даже без рукавки не взяли ну потому что у нас утра было 8 9 днем от 14 до 17 но днем было тепло и мы не подумали даже взять без рукавки поехали спортивных костюмах а там такое ветрище там так холодно ну в общем мы там немножечко замерзли в первые дни у нас сейчас тоже пойдут грибочки потихонечку слой за слоем но вот а в кировской области маслята их много у нас есть место где растут маслята мы сейчас до него пройдем мы и пошли проведать их потому что не знаю почему но раз думаю там пошли маслята значит у нас должны хотя по расстоянию да мы вчера ехали сколько мы вчера ехали до перми с кирова мучера с киево-чапецкой сюда поехали где-то пола двенадцатого мы выехали и были в девять в десятом мы были перми грибы это наше любимое занятие тихая охота сейчас пройдем посмотрим найдем что-то или нет идем на то место и растут красноголовики конечно их может быть и не быть но а мало ли а вдруг если слой идет то есть здесь много да мы уже замечаем где в как на каких полянках в каких лесах какие грибы места находим сами ездим и бывает так что в один год здесь их много на другой год их вообще нету ничего ищем другое место мне не нравятся такие люди которые например говорят а вы скажите куда вы ездили ну один ответ в лес а вы скажите куда именно ну так вы сядьте поедьте поищите мы же точно так же ходим ищем не бывает постоянно в одном и том же лесу каждый год грибы но не бывает такого надо это немножечко уяснить и такие вопросы уже не задавать ездим переездами вот нету ничего мы такие сереже сереже а люди мы не любим когда нас обманывают в каком плане мы всегда с ним говорим на прямоту если нам что-то там не нравится если там кого-то не хотим видеть мы не начинаем искать отговорки там причины какие-то что у нас дела и так далее вот я сразу говорю вот я не хочу видеть такого человека все я с ним перестаю общаться но я прямую говорю что я не хочу с этим человеком общаться я с ним даже могу не разговаривать и меня это нисколько как так вам сказать не смущает почему потому что жизнь одна есть люди которые не любят правду боятся этой горькой правды хотят чтобы им только льстили нет так нельзя так нельзя жизнь одна всегда говорите правду рано или поздно это все равно вскроется узнается и вы будете себя чувствовать в общем когда еще вам об этом скажут будь чувствовать себя очень плохо а бывает так что когда начинает искать отговорки но я желаю всего хорошего первое хорошо спасибо вот но все равно себе на ум мотаю ахо люди начинают врать ну пусть врут зарываются пусть кто-то смотрит видео и кто мне наврал он знает пусть вам будет стыдно обычно всегда сережей начинаем ходить в лес это июль месяц раньше июля мы раньше вообще никогда не ходили в лес ну да идет первый слой но грибов то мало да сегодня пришлось вот шлепках белых ехать вся обувь у нас на участке хорошо что хоть одежду которая одеть в лес было еще дома постирана а то пришлось бы в платье по лесу ходить или отложить поездку на завтра да привет что мы будем с двумя грибочками делать ой еще один нет серёжа это не поганка подожди это тоже подберезовик вот три грибочка ура вот серёжа ты уже два грибочка нашел серёжа предлагает эти грибочки положить в домик белочка у нас то пока ничего не бегают вот одну увидели и все что там еще серёж нашел я хожу тихонечко у меня колено только-только начало заживать заживает очень медленно но меня радует то что это это заживление не стоит на месте потихонечку заживает если еще буквально две недели назад мне было больно именно в том месте где у меня произошел шелчок сейчас нет в этом месте уже не болит вот бывает еще так что иду иду где-то камуши где-то что-то тогда да прямо отдает в колено и начинается боль но спускаться я спускаюсь только помедлен по маленьким ступенькам если где-то высокие ступеньки я еще не могу но острые боли такой как было раньше уже нет это радует надо конечно идти в больницу на прием показаться но пока не пойду раз идет у меня на улучшение хочется землянику а земляники то нету цветет но есть еще каких-то местах где солнечные такая она только только наливается еще розовенькая после какие красивые хвойные шикарные кстати в кировской области что мы заметили у нас березки ну как березки а там они как плохо как вот как его свисают такие прямо длинные у них ветви вниз свисают значит как красота конечно это какой-то может вид другой берез но очень красиво вообще я ехал и думаю надо же какая красота у нас таких березок нету у нас как-то березки а ветви идут вверх а у них прямо вниз вот так свисает шикарная красота сереже еще что-то дошел поэтому я особо по лесу быстро не хожу тихонечко очень тихонечко смотрю под ноги с вами разговариваю иду тихонько за сережей как говорится куда шея туда и голова вот так что он у меня сегодня находка для грибов что нашел мой командир мы когда ехали нас программа была там такой командир обращение было вот и малютинка какой маленький какой хороо посмотрите сереже какого нашел малыша сереже настолько доволен я тоже что пошли грибочки сейчас бы не хватало им дождя и тепла а я вообще под ноги не смотрю в плане того что на грибы под ноги то я смотрю но чисто вот под свои ноги чтобы там мне не упасть на какой-нибудь там бревно не запнуться вот чисто грибочки то сегодня ищет у меня сережа зато получаем удовольствие погуляем по лесу мы уже хотели обратно уже в машину ну прошлись тут нету нету он говорит пойдем туда подальше сходим лес хороший погуляем и вот на тебе в общем сейчас заедем картошку купим лучок морковку и сварим грибовницу хоть маленькую кастрюлечку и так друзья смотрите это сегодняшние наши находки вот такие четыре красавчика сереж доволен я тоже так это первые грибы в этом сезоне сегодня какое 15 июня 2023 год классно на этом будем с вами прощаться закругляться сейчас поедем на участок так как привезли пионы оля спасибо тебе огромное давно мечтала таких пленных которые растут у вас три сорта то есть три вида сейчас все посадим высадим классно ну и конечно наши растюхи польем которые без нас тут скучали надеюсь что что там все в порядке ничего не засохло все сереже переживал за свои арбузики а вот да не переживай кто хочет тот выживет но не выживут купим арбузы магазине положим рядом и будем радоваться что они у нас выросли ну в общем это шутка шуткой все всем спасибо вам хорошего дня нам и на участок родные шарапы все на месте у нас все-таки купол есть купол спасает ой родной участок привет сережа посмотри как подсолнухи выросли да смотри как хорошо выросли нас не было пять дней смотри пять дней улетела бутылка губочка на сейчас поднять будет ветер был видимо хороший розочки мои розочки то это чуть-чуть тоже подросли вон свежие веточки так тут я садила дельфини мон у меня не взошел посадила другое смесь семян что-то он серединке начинает сходить надо полить особыльно пять дней никто ничего не поливал смотри подсолнухи прям как хорошо да выросли твой 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 растите тоже бутылка улетела лилии бутончики побольше стали уже красота бархатцы расцвели побольше да здесь надо полить бедные петунии мои вот я жду прям с терпением жду очень интересно сколько будет бутонов какого цвета зайчий хвост прямо подрос заметно за эти дни когда ты видишь каждый день свои растения тебе не бросается в глаза их рост но когда вот пять дней прошло прямо заметно до петунии надо срочно поливать вот у меня тоже пион этот растет но он не такой как как я привезла вербейник еще не цветет посмотрите это ли он тоже еще не цветет синеньким должен быть но здесь вот скоро скоро будет уже вот цветочки то есть бутончики маленькие он видите уже уже засыхает посмотрите на срочно поливать сейчас полью все розочки розочки пошли в рост так ну что что тут у нас дыньки стоят вышли кабачки надо будет сегодня их нет рано еще пересаживать это сережные перчики тут немножко он садил томатики арбузики смотри как выросли арбузики тут вот фу арбузики прямо меня радует воденьки тоже подросли тут томатики жигала это кировские семена а это огурчики все переживала как же у меня колес и без воды то нет смотрите нормалек так немножечко повалился кустик нет я думаю по питоне мои белый зацвел красиво очень здесь будет желтый здесь будет фиолетовый здесь розовый сейчас мы их всех польем обильно вот этот шикарно цветет цвет прямо вообще потрясающий